Девушки отдыхают Persona 3 это очень странная игра Причем неважно какое из изданий Будь то оригинал сфес, либо портабл, который я только что вот прошел Я когда рассказывал про Persona 4, я не упомянул то, что все ее проблемы связаны с одним простым фактом Четверка это аниме В узком плане, такое классическое, дурацкое, нелогичное, вы поняли меня В тот же момент проблемы тройки связаны с тем, что это JRPG Тоже в другом смысле, классическое, кривая, косая, непонятная Я сам за то, чтобы оценивать старые игры в рамках своего времени Но я ознакомился с серией в обратном порядке и точно так же знакомлю теперь и тебя Извини И в случае с тройкой я хочу отойти от контекста времени, чтобы иметь возможность лишний раз предъявить игре Ибо есть за что и даже вне контекста времени Короче, я указываю на это, потому что если вдруг я буду сравнивать Persona 3 Portable с последующими частями, а не с предыдущими То знаете, что в Persona 1 и 2 я толком и не играл, а четверку и пятерку задрочил Да, это неправильно сравнивать старую игру с теми, которые вышли позже Я прекрасно это понимаю Но мне даже и сказать нечего Просто воспринимайте эти сравнения как то, что вот раньше было так, а в будущем сделали вот так И в будущем хорошо, а в прошлом плохо Ну, или типа того В моем рассказе также будет переплетаться информация между версиями FES и Portable А оригинал мы в рассказ не берем, ибо зачем? Повествование будет больше о последней итерации игры, чей ремастер недавно вышел на все современные платформы Да, ремастер Я пока опущу то, что игре нужен полноценный ремейк, и то, что такой вроде даже разрабатывался в недрахатлус, по слухам И я задам такой вопрос Почему именно Portable? Я когда не знал приколы между изданиями, задавался этим вопросом, так и сейчас продолжаю Ну то есть вышло вот в 2008 году FES Добавил социальные линк Айгис, новый контент в виде эпилога Возможность гулять с Карамару, ну и прочая такая херня Ну а прочие недостатки по типу того, что нельзя управлять членами пати по отдельности Все еще не исправили Ну а следующим изданием выходит Portable Это версия игры для PSP с также новым контентом в виде возможности пройти игру за фем протагониста И, наконец-то, можно контролировать союзников в бою Сюжет, переписанный для FES'а, вроде бы как остался А вот эпилог удалили При этом всю игру переделали с нуля в виде визуальной новеллы Оставив трехмерными только данжи из оригинала А, но еще добавили дорогущий Pay to Hill в Хаби Тартара и куча камео из Person 4 Моя проблема не только в том, что игра превратилась в визуальную новеллу А в том, что она лишилась какого-либо побочного визуала Я имею в виду, что они вырезали вообще все аниме-ролики MP4-видосики, ну или какой там формат для PSP С одной стороны, такое решение кажется понятным PSP это слабая портативка, на которую такую игру как Persona 3 Просто не уместить в стандартном виде Верно? Ну, выглядит игра технически бедно А учитывая то, что на портативке выходили практически полноценные GTA, спин-офф и God of War, а также Metal Gear Solid Peace Walker То выглядит все так, как будто Атлус просто упукнули, сренькнули И начали отмазываться тем, что, мол, памяти нам не хватает Чтобы засунуть даже аниме-ролики Да, настолько все плохо Я, конечно, не разработчик Атлус или внутренней студии Sony И, возможно, на PSP было реально сложно Или даже невозможно уместить всю игру в ее оригинальном Да или хотя бы урезанном виде Я сужу лишь потому, что я вижу Да и вообще, стоили все эти жертвы ради рута фемпротагониста? Хуй знает, хуй знает Во-вторых, сам ремастер, порт на современные платформы Вкратце, он плохой Претензии ПКшника Почему во время мирного исследования, которое выполнено как Point&Click, курсор Управляется его перетаскиванием, а не, ну, обычным курсором мыши? Ну а теперь к глобальным проблемам Абсолютно все изображения, будь то фоны или спрайты, пропустили через нейросети Причем, учитывая итоговое качество изображений, их словно прогоняли через бесплатный WIFU 2X И это вот прям очень заметно Плывущие растролайны, мелкие элементы на фонах, даже на кадрах из аниме Все детали плывут Вот что здесь написано на Ивокере и как в это вообще играть на большом экране на Иксбоксе, попивая геймпасс Ну хоть пользователи свеча довольны будут Звук Очень низкий битрейт у звуковых файлов А звучку и звуковые эффекты в данжах бывает шакалит очень сильно Особенно первый раз, когда Юкари пытается призвать персону, послушайте Никто даже и не подумал залить в старые версии и взять оттуда оригинальные непережатые звуки А, стоп В версии на PSP такой проблемы не было? Звуки не ужимали до той степени и это проблема исключительно порта? А? Ну поздравляю ребят, ваш домашний кинотеатр обеспечит вам кровь из ушей Ну а кровь из глаз обеспечит визуал, который из-за кривого апскейла потерял деталей даже в сравнении с PSP-версией Не говоря уже об оригинале Какой я из этого могу сделать вывод? А то сбыл эпоху и на тройку При том, что были слухи о полноценном ремейке Феса с контентом порта была Ну а получили мы в итоге вот это вот и никакой информации про возможный ремейк даже на ивенте Persona 25 Всё-таки Фес, наверное, самая близкая к нормальной версии, а ещё у неё опенинг без даты Свои нюансы, конечно, но о них я ещё упомяну Ну а коли у Феса есть нюансы, учитывая всё вышесказанное, я официально заявляю Что в нашей мультивселенной не существует ни одной нормальной версии Persona 3 Лучше уж пойти аниме-адаптацию посмотреть Лучше ведь, да? Ща проверю Просто отвратительная адаптация Вырезать всё социальное взаимодействие, главный элемент Persona Но оставить красочные бои с тенями, которые по правде никому не нужны Верх режиссёрского гения Просто ужас Если бы это аниме было моим первым шагом во вселенную Persona и SMT Я бы свой путь уж точно не продолжил Вырезать все социальные взаимодействия И слава блять богу Ведь в тройке такие интересные соцлинки, да? 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 Ну, ладно, кен же ещё более-менее Или вот этого чела вот всё аниме показываете Да, это ж так круто было бы Ай, скажу такую вещь На самом деле, те же соцлинки Будь то побочные или основные Пусть и занимают значительную часть геймплея Но, по сути, абсолютно опциональны Любую игру серии можно пройти Не отвлекаясь вообще ни на какие соцлинки Ни на побочные, ни на тиммейтов Это только будет сложно Потому что ты, по сути, отказываешься от прокачки Да и в промежутках между данжами тебе, скорее всего, будет нехуй делать Я не отрицаю важность соцлинков как игрового элемента Но для раскрытия основного сюжета А уж тем более тройки Ими вполне себе можно пренебречь Причём концентрация истории на соцлинках Является проблемой адаптации Пятой части, вот сюрприз Из-за чего сериал толком не успел раскрыть свой сюжет И закончился на плохой концовке Где до настоящего финала оставалось ещё 20 часов игры Хотя они потом их и допилили в виде спешелов Но я это уже не смотрел всё Короче, не слушайте подобных индивидов Аниме-адаптация вполне себе годная А если какие-то вещи вам будут в ней непонятны То в игре всё примерно то же самое По крайней мере, я смотрел это в компании человека Что о сюжете тройки знает очень поверхностно Может, у него есть что добавить? Ну вообще, я отказываюсь участвовать в видеоролике Где будет участвовать Дэдпи 47 Ну а так фильм под пьё пойдёт Конечно, в аниме присутствуют свои расхождения К примеру, сцена, где Макота подбодривает Юкари На самом деле происходила до тёмного часа А Айгис нашли просто в лесу Но это детали, скорее удобные повествованию аниме Которые хронологически происходят в то же самое время И приводят к тем же самым исходам, что и в игре Плюс в адаптации встроены мелкие детали Которые больше раскрывают то, что происходит У меня у самого было пара вопросов касаемо логики И аниме на них отвечает Персонажи здесь раскрывают по-своему Фуку вот продемонстрировали раньше То, как её булили и то, как Макота помогал ей в начале При том, что в игре этого всего не было Вот буквально вот эти пару сцен Уже сделали Фуку персонажем лучше, чем в игре Что, в принципе, не так уж и сложно, будем честны Да и оно красиво нарисовано Кроме саундтреков из игры Здесь написаны оригинальные специально для фильмов И они тоже годные А с отдельных эпизодов реально распирает больше, чем в игре Короче, аниме я смело могу порекомендовать С условием, если вы, конечно, готовы первое время терпеть Максимально пустого главного героя Что, в общем-то, обосновано сюжетом И сейчас, возможно, прозвучит очень громкая фраза Аниме-адаптация третьей персоны Способна взаимозаменить игру Но это лишь моё мнение Сходите в кино, составьте своё А я по ходу своего рассказа Буду немного отсылаться на аниме Ну и использовать футажи из него Чтобы не показывать тупо визуальную новеллу Сами понимаете И первый наш выбор Persona 3 Portable, в отличие от феса и оригинала Предлагает игроку возможность выбрать, за кого играть Мальчика или девочку Различивая этих двоих только в доступных соцлинках Фемси может романсить парней и... Поэтому мы это осуждаем И каноничный протагонист всё равно мужчина Девчата, извините 2009 год Спустя 10 лет после смерти родителей Макото Юки А именно так зовут нашего главного героя Он возвращается в Иватадай Портовый город, внешне и территориально списанный с реального Новороссийска Ближе к ночи происходит какая-то херня Зелёная луна, какие-то гробы на улице А в общежитии какой-то пацан подсовывает контракт на устройство на ту самую подработку Типичный Новороссийск, короче Миша уже настолько ёбнулся Что думает Persona 3 до Новороссийска Я бы после этого выпечу видео Контракт вскоре свяжет Макото с бархатной комнатой Место между сном и явью и бла-бла-бла Игорь на месте, Резидент Элизабет Либо Теодор, если мы играем за девочку На месте Но это совершенно не важно Важно то, что здесь комната выглядит как лифт А как мы помним, образ комнаты отражает состояние души протагониста Итак, товарищи зрелые, вопрос к вам А кто же лифте... Ладно, тут другая же за теория будет На протяжении нескольких дней единственные сожители протагониста Юкари Такеба, Митсуру Кириджо и Акихика Санада Наблюдают за ним и удивляются тому, что он не трансформируется в гроб по ночам А значит, у него есть потенциал И он проявляется, когда в следующее полнолуние на общежитие нападает крупная тень Встретившись с которой, Макото пробуждает персону Орфея И становится способен сражаться Эм... или Танатаса Или Орфея Сожители общежития вместе с его директором Шуджо Якутски Проясняют герою, что существует 25-й час Час между одним днём и следующим Так называемый Тёмный час Это местная аномалия, возникающая каждую полночь В течение Тёмного часа большая часть людей засыпает и превращается в гробы Где они, ну, в целом в безопасности А вот те, кто не подвергся превращению Или трансмагрификации Я выговорил это Начинают испытывать Тёмный час И если у них недостаточно потенциала Они постепенно теряют рассудок, становясь усопшими Вот такими вот ребятами По сути бесчувственными зомби Это, кстати, происходит из-за так называемого синдрома апатии Довольно распространённый диагноз в этом мире Кстати, если вам интересно, почему Макото никак не отреагировал на гробы или на зелёную луну То это потому, что... Типично наворот... То это потому, что это его не первый Тёмный час, что он испытывает За 10 лет, с его слов, он уже привык И да, игра об этом не говорит А вот аниме говорит Также во время Тёмного часа старшая школа Геккоукан, в которой учатся все наши герои, трансформируется в Тартар Огромную башню, лабиринт и гнездо теней, устраняя которых можно повлиять на распространение синдрома апатии И уменьшить количество усопших на улицах Ну, тип того Само общежитие одновременно является штаб-квартирой специализированного внеклассного исполнительного наряда Или же Свин Эм... Ладно, буду называть их нелокализованной аббревиатурой СИС Так всем будет проще На бумаге это обычный школьный клуб А на деле отряд исследующий Тартар и истребляющий теней У СИС, кстати, есть поставщик оружия Это офицер полиции, который сам Тёмный час не испытывает, но без каких-либо проблем продаёт холодное оружие школьникам Эм... То есть он даже сам не до конца понимает, как мы действуем и чё устраняем, но уверен на 100% что мы делаем правильные дела Мда В аниме, кстати, эта деталь заменена специальным оружием, поставляемым Кириджи Групп А Кириджи Групп это организация семьи Митсуру, которая очень часто будет мелькать в сюжете Кроме обычного оружия, члены СИС вооружены призывателями И вокерами Это такие пистолеты, при помощи которых можно призвать себе персону, выстрелив себе в голову Мы об этом обязательно поговорим Путём недолгих вопрошаний и комплиментов в сторону того, какой ты у нас особенный Макото присоединяется в СИС, а чуть позже с ним присоединяется и Джунпей Иори, его первый друг в школе Единогласно Макото становится лидером группы во время вылазок в Тартар А в первом составе будут Юкари и Джунпей Митсуру исполняет роль информатора, а Кихика отлёживается с травмой руки Но скоро он вернётся На протяжении всей игры мы будем исследовать однообразный Тартар И... как бы это так описать Представьте, если в Персоне 5 единственным данжем за всю игру был бы Мементос А во дворцы мы попадали, ну, только в дедлайны Ага В начале мая Акихика всё ещё проходит реабилитацию и друзья проведают его в больничке, где его также навестил какой-то мутный тип Запомним его и запишем, а Акихика в скором времени можно будет брать на вылазки в Тартар В одной из ночей во время полумесяца к Макото снова приходит тот пацан и нагнетает приход некоего испытания во время полной луны через неделю И неделю уже спустя, во время полной луны, Митсуру засекает крупную тень, которая бродит где-то возле станции Такие тени во время тёмного часа вполне себе могут поломать инфраструктуру или того хуже И это отразится на реальности, когда тёмный час закончится Благо, в это скрытое время не работает электроника, поэтому по вагонам метрополитена можно лазить свободно Ну, как, электроника не работает, а вот Митсуру на своём байке вполне себе приезжает, потому что её байк особенный Макото, Юкари и Джинпей пробираются в стоячий вагон монорельса, как вдруг, осторожно, двери закрываются, следующая станция конечная Приходится бродить по вагонам в поисках той самой сильной тени Арканы Верховной Жрицы А также спасать Тупея, который просто убежал вперёд В процессе поисков поезд тронется и с этого момента запускается таймер Да, миссия с таймером, игра середины двухтысячных Побеждаем Верховную Жрицу, останавливаем поезд, пока он не сделал бум, и можем возвращаться назад Ночью после полнолуния мелкий пацан снова появляется, представляется Макото как Фарос и говорит, что очень хочет дружить с ним Ну а мы чё, мы соглашаемся и вкачиваем Аркану Смерть Теперь Фарос будет сообщать нам о наших успехах и напоминать о приходе полной луны за неделю до него К слову, в Тартаре после каждого полнолуния будут открываться новые зоны Ну а у нас тем временем в школе разворачивается история о злых духах Здесь булили девочку, и она перестала приходить в школу, потому что заболела Но её дух всё ещё бродит по школе, и те, кто придут сюда ночью, сдохнут Ну или типа того Пытаясь найти зацепки, отправляемся в то место, где обычно тусили були В сраные подворотни Где от бандитов нас спасает тот самый тип Это Шинджира, он друг Акихика И он рассказывает нам о трёх пропавших девочках Двое из которых тусовались здесь И болтали про вот эту вот третью Короче, это Фука Ямагиши Это какая-то Гяру и её подруга Они вместе булят Фуку После чего одна из Гяру падает чуть ли не замертво А Фука спустя время пропадает Вроде бы как болеет, но на самом деле Она даже дома не появлялась уже долгое время Выясняется, что Фуку заперли в спортивном зале И оставшись там до полуночи Она оказалась заточена в Тартаре И застряла она уже дней 10, как реальных Проникнув в Тартар тем же способом, что и Фука Дождавшись полуночи в спортзале Находим её и спасаем После чего возле входа нас прессуют жёсткие тени У которых, по словам Митсуру, нет слабостей И обычные атаки их не берут Но тут внезапно у Фуки оказывается потенциал Она пробуждает свою персону И её персона оказывается информатором То есть вообще не боевой И она помогает кое-как определить слабости С одной маленькой оговоркой О которой позже Побеждаем императора и императрицу И под небольшим давлением Митсуру Фука присоединяется к СИЗ Далее нам показывают подворотни возле станции И как троица бизарных бандитов Во главе с самим Эммм И Эшой Убивают какого-то подростка Выполняя свой заказ на онлайн-мстителей Причём делают они всё это во время Тёмного часа Аки Хейка в раманной встречается с Шинджером Тем самым типом И Аки просит Шинджи Кракнуть этого солджа-боя Залезть в Еву Или просто вернуться в СИЗ Но тот постоянно отказывается Вообще в Персоне 3 демонстрируется Непривычно много сцен Вне досягаемости главного героя Как например Юкари в тайне При помощи способностей Фуки Хочет выяснить правду об инциденте С пропаже людей Произошедшим лет 10 назад Июльская полная луна Встречает нас вылазкой в отель В котором через 2 года Кстати временно поселится команда расследования Городские слухи указывают на то Что здесь пропала пара молодых людей И детекторы Фуки указывают На двух крупных теней Именно в этом месте Проповедника находим И ложится он легко Но вся группа обращает внимание на то Что здесь где-то ещё какая-то тень И на зеркало Макота просыпается С головной болью Слышит какие-то голоса А в соседнем душе моется Юкари Я вообще-то и не против Айт Да это... Это зеркало Ну или тень Скрывающийся за ним Каким-то образом контролирует сознание Всех находящихся здесь Перегруппировавшись Снова проверяем зеркала Разбиваем одно И... Всё то же самое Только Юкари уже не в душе Печально Перегруппировавшись снова Проверяем зеркала Разбиваем одно И... Всё то же самое Только Юкари уже не в душе Печально Перегруппировавшись снова Проверяем зеркала Разбиваем... Ладно, хорошо Разбить нужно конкретные зеркала В этом отеле Те, в которых Макота Не будет отражаться И вернувшись в комнату, где раньше сидел проповедник, устраняем любовников. Миссия выполнена. А теперь флэшбэк в начало июня, где мы проникали в школу, чтобы найти Фуку. Для начала нужно было найти ключи от спортзала, и во время их поиска Юкари также нашла документы об инциденте, связанном со школой. А также пропажей нескольких десятков человек и взрывом 10 лет назад. Она с Фукой уже пыталась в этом разобраться, и пришло время спросить Митсуру Кириджа. Ибо она что-то да знает о делах своей семьи и скрывает это. С её историей оказывается, что её дедушка, несколько лет назад обнаруживший теней, пытался использовать их как источник энергии. Но в один момент что-то пошло не так. Тени были настолько сильны, что могли контролировать пространство и время. И в ходе исследований произошёл тот самый инцидент, взрыв смерти людей, которые были прикрыты за счёт влияния Кириджа. А также побег всех остальных теней и как следствие возникновение тёмного часа и тартара на месте экспериментов. Школе Гекаукан. По сути, то, чем мы занимаемся, разгребаем дерьмо, оставленное семью Митсуру. Но она при этом говорит, что да, никогда не пыталась скрывать эту информацию, но и поднимать её тоже не хотелось. Далее каждый из героев переживает свои эпизоды. А Кихика сообщает о своих планах Шиджера и намекает ему на то, чтобы тот всё-таки вернулся. Митсуру извиняется перед Фукой за то, что принудила её в какой-то степени сражаться. Джунпей ебланит и ненавидит Макоты из-за того, что «Почему он, а не я?» А Юкари грустит с писем своего отца, которого она потеряла лет 10 назад. Перед летними каникулами директор знакомит нас с Кеном Амадой, 10-летним пацаном, у которого есть потенциал и который скоро присоединится в СИС. А мы тем временем отправляемся в Якушиму на пляжный эпизод. А также нанести визит единственному выжившему свидетелю инцидента, Такихару Кириджа, от Суми Цуру. От него мы узнаём про инцидент немножечко подробнее. Весь эксперимент, устроенный дедом, был нужен для того, чтобы создать машину времени. Да, я не шучу. Более того, он даже мультик нам покажет. На видеозаписи человек предупреждает нас об угрозе сильных теней И о том, что их нужно уничтожить как можно скорее, чтобы избавить мир от этого пиздеца. Но Юкари узнаёт человека на видео. Это был её отец. Он погиб в результате инцидента, устроенного Кириджи Групп, Но всё это время считался просто как пропавший. Юкари, конечно, ловит от этого тильт, уходит погрустить, Ну а Макота её подбадривает. Но кроме поисков правды и пляжного эпизода, Икутский интересует лаборатория, где хранится супероружие против теней. Им оказывается человекоподобный робот Айгис, Которая сразу же определяет свою цель защитить Макота любой ценой. Непонятно пока почему. Чем дальше по сюжету, тем более Айгис будет познавать человеческие чувства, И тем более она будет походить на человека. Ну и да, после всех этих раскрытий правды, наш промежуточный итог, Существует 12 аркан, которые поддерживают тёмный час, И уничтожив их все, всё станет как прежде. И шесть теней мы уже уничтожили. Очередная полная луна, очередная тень в каком-то военном бункере, А вместе с ней какие-то персона-юзеры, Это те самые бандиты во главе с Иисусом Такаевичем. Группировка Стрэга. Это чуваки с потенциалом, использующие тёмный час для своих тёмных делишек. Но у них есть сайт, где можно заказать месть человеку, И они это, ну, исполняют. Стрэга каким-то образом способны растран... Растрансмагрифицировать человека, ебать, чё я написал. Короче, вытащить его из гроба, что как бы необычно. Ну и грохнуть его. А ещё Шинджира неохотно подрабатывают у них за колёса. Короче, из-за своей работы Мстителей, Стрэга и не хотят прекращать тёмный час. Плюс философия такая заключается в том, что... Ну, у вас есть способности с тёмным часом, а без него вы чё будете делать? Ну и они запирают СИС в бункере, Где сначала, перед тем как выбраться, мы сталкиваемся с колесницей и справедливостью. Ну и побеждаем их. А ещё надо бы как-нибудь выбраться. Якутский, помоги. Кстати, у нас неподалёку бродит пёсик. Карамару звать. И он уже давно потерял своего хозяина. Ребята подкармливали его по возможности. А тут хобана, у него оказывается тоже есть потенциал, И ему сделали его кирвиде ошейника. Короче, плюс один в команду. Да, даже плюс два. Да, Кен, тоже заходи. Тесты он прошёл, и потенциального в нём дохуя. Поначалу кажется, что эти двое притянуты за уши и сюжету не нужны. Насчёт Карамару... Да, притянут. Но он хороший мальчик, и он разъёбывает. Один из лучших персонажей в тройке, к слову. А вот у Кена есть история. Года этак два назад его мать словила плюху от какого-то гопника. После чего Кен остался один. Что с его отцом, увы, не знаю. Об истории с матерью осведомлён Акихика, и как-то связан Шинджира. Который после умаляний, наконец-таки, возвращается в Сис. Тем временем Джунпей пытается закадрить красноволосую барышню, словно сошедшую из Тохи. А, из этой Тохи. Её зовут Чидори, она художница, и Джунпей влюбляется в неё с первого взгляда. Ещё не зная, что она вообще-то из треги. И пока Сис в очередную полную луну истребляют отшельника, Чидори под предлогом свиданки берёт тупее в заложники. Причём прямо на крыше общаги. Ребята приходят и просто отбирают у неё эвокер, а Шинджира ещё пихает в рот колёса подавители. Потому что она, оказывается, неуравновешенной. Ну, как, персона и потенциал у неё действительно есть. Просто стоило отобрать игрушку, как она сразу же начала бубнить о том, что смерти она не боится и прочую херню. В общем, положили её в госпиталь, чтобы попытаться выявить у неё информацию про других членов стреги. Но кукуха Чидори поехала настолько, что она и двух слов связать не может. Максимум бубнить несвязанную херню и пытаться призвать Мидею, свою персону. Ну, или пытаться порезать себя. Позже она, конечно, разговорится, и то только наедине с Джунпеем, и... За их отношениями, на самом деле, очень тепло смотреть. Когда Джунпей навещает Чидори, она расцветает и сама признаёт, что хочет быть с ним. Правда, информацию о стреге от неё мы всё равно не получим. Поэтому её заранее спойлером кину я. Стрега состоит из ребят, над которыми в детстве Кириджи Групп проводила эээксперименты по насыщению ребят потенциалом. Мало кто выжил, но вот эти трое, да. И они, по сути, искусственные персоны-юзеры, пробудившиеся не благодаря сильной эмоции, а благодаря науке. Но искусственные персоны могут легко взбеситься и пойти против своего же хозяина. Для этого и существуют колёса-подавители, которыми в один момент начал закидываться и Шинджира, хотя его персона не искусственная. Колёса вызывают разные побочные эффекты, например, влияют на температуру тела. Собственно, поэтому Шинджи всю игру носит тёплое пальто, а такая ходит ёп-ян-топлес. 4 октября 2009 года. Важная дата для Шинджира и Кена. Поэтому на сегодняшней полной луне и истреблении силы и колеса фортуны их не будет. Кстати, боссы прикольные. Кен и Шинджи рамсят по поводу произошедшего с матерью Кена 2 года назад. Да, тогда, во время тёмного часа, именно персона Шинджира вышла из-под контроля. И шальной удар пробил мать Кена насквозь. После этого Шинджи как раз и начал закидываться колёсами-подавителями и жить на улицах. Потому что чувствовал большую вину. И не смог это принять. Но сейчас он готов к тому, что Кен его убьёт и даже не собирается сопротивляться. Но по их душу приходит Такая. Они ведут анимешные диалоги и Такая стреляет в Кена. Но Шинджира взял выстрел на себя, защитив пацана и по сути пройдя арку искупления. Сис приходит на место и последними словами Шинджи звучит просьба защитить Кена. Смерть Шинджира Арагаки, ну игроку, но лично мне, не то чтобы холодно или жарко. Как персонаж он не то чтобы к себе располагал и раскрыться ему не дали экранного времени. А когда такое было, он говорил исключительно языком улиц. Мол, был бы ты в моей шкуре и обязательно таким хриплым и джовым голосом. Но для Сис это оказалось ударом. Даже для молодняка в виде Макота Джунпея Юкари, которые его толком и не знали. Но их еще ударило ощущение того, что, блядь, мы так-то смертные. И многие начали по этому поводу рефлексировать. Юкари по смерти своего отца, Кен Сакихика по матери Мелкого и по Шинджи, и по сестре Аки. И каждый из рефлексирующих эволюционировал свою персону. Так, а что там с 12 тенями? Эээ, ничего, остался последний аркан, повешенный, которого мы будем убивать в начале ноября. Господи, благослови тех людей, кто дизайнил этот боссфайт, чтобы их мужского секса лишили. Ну а перед этим нас встретят Джинс Такайи, мы их отпиздим. Такая попробует застрелиться из Ивокера, который, кстати, для призыва персоны он не использует. Но в итоге они оба спрыгнут с моста, и все. 12 теней побеждены, и темный час теперь не исчез. А почему ебать? А потому что Якутский пошутил, поприкалывался, пронканул и всех наебал. На самом деле, 12 теней контролировали темный час, чтобы сдерживать приход смерти. 13-й, объединяющий все предыдущие тени. А коварный план Якутски состоял в том, чтобы продолжить эксперимент деда Кириджа, который что отец Митсуру, что отец Юкари пытались остановить, ибо понимали, что это полная залупа. Истинная цель эксперимента — привнести смерть в этот мир, уничтожить человечество и переродиться. Блядь, японцам пиздец, как нравятся подобные сюжеты, я смотрю. И да, Такихара тоже оказался наёбаным. В общем-то, Сиз гонится за Якутски, но он их ловит, и приказывает перепрограммированный Айгис убить всех на одной из вершин Тартара, чтобы начать жертвоприношение. Но Айгис его в итоге ослушивается. Такихару, кстати, тоже был на той башне, и он кричал Якутске, мол, «Зачем ты это делаешь?» У них случается перестрелка, и... Батя ловит пулю. Айгис освобождает всех от цепей, а Якутский такой «Будь ты проклят, перри утконос!» и скинется с Тартара. У всех жёсткий депрессняк, а Юкари вскоре среди своих писем от отца находит кассету с той же записью, что показывал отец Митсуру, только... неподделанной. В оригинале отец говорил, что выпустил 12 теней как сдерживающий фактор, чтобы отсрочить катастрофу. Тени Аркан должны были существовать, дабы отсрочить падение. И вот, чё теперь делать, вообще не ясно. Тёмный час существует, новая зона Тартара открылась, какой-то чел из-за бугра в школу перевёлся, Фаррес с нами попрощался, в Киоту на горячие источники сгоняли, стелс-миссию из Металгера пародировали, ну а тут оказывается, что Джинс Такэ и не сдохли, когда падали с моста, снова объявились, похитили Чидори, ради которой Джунпей уже готов на всё. После чего мы сражаемся с ней, и такая стреляет в Джунпея. И Джунпей бы умер, если бы Чидори не использовала источник жизни, чтобы вылечить того, кого она любит. Но потом выстрел прилетел ей. Она умирает на руках Джунпея, и это, конечно, трогательная сцена. Мидия сливается с Гермесом Джунпея, и теперь Чидори всегда живёт с ним. Но такая... Какая? Ты чё, по одному патрону на револьвер носишь с собой? Ты бы уже всех давно пристрелил, но... Ладно. Это аниме. Кстати, занимательные факты. Играя за фем-протагониста и прокачивая линк Джунпея, его заромансить не получится, потому что у него чувства лежат к Чидори. А ещё в Фес и Портабл Чидори можно спасти. Если в ноябре 6, 11, 14 и 22 разговаривать с Джунпеем и посылать его проведать Чидори, то 21 января она проснётся в больнице. С чувством того, что её где-то ждёт человек, ради которого она и живёт. Но при этом стоящего рядом Джунпея она не узнает. Короче, да, не так всё гладко у людей в жизнях. А ещё этот пацан Рёджи, переведённый же который, необычно себя ведёт, да и Айгис он как-то не очень нравится. Айгис в итоге в Рёджи распознала тень. Да не простую, а тот самый 13-й аркан. Смерть. Они вышли назабив на лунном мосту, и Айгис пососала. И когда СИЗ приходит, Рёджи честно всё рассказывает. Оказывается, 10 лет назад, на этом самом мосту во время катастрофы, смерть была одной из теней, с которой тогда сражалась Айгис. Тогда же на этом мосту автомобиль попал в аварию. Погибла женщина, мужчина, жив остался только 6-летний ребёнок. Айгис, не сумев драться на равных, решила заточить эту тень внутри этого самого ребёнка. Да, Макота все эти 10 лет носил внутри себя смерть. Или Фараса. А уничтожив 12 стражей, смерть высвободилась из тела Макота и приняла форму Рёджи. Он также сознаётся, что он не совсем воплощение смерти, он её предвестник. Предвестник некой Никс, которая вот-вот придёт и уничтожит планету. Но мы можем это предотвратить, просто убив Рёджи. Таким образом, Никс не придёт, ну, по крайней мере, не так скоро. Но все забудут про Тёмный час, про Тартар и про всё вот это вот. Сам Рёджи настаивает именно на этом варианте, ибо он хочет спасти своих друзей, а он за время пребывания сдружился с ребятами. Да и если Никс придёт, то он всё равно сдохнет, так что терять ему нечего. А на предложение сразить Никс, он говорит, что это невозможно. Но, настояв на своём и заранее договорившись, что что бы ни случилось, не забывать друг друга, вспомнить любой ценой и встретиться на крыше школы в выпускной день, Рёджи предлагает нам всё-таки хорошенько подумать до Нового года. И 31 декабря у нас есть выбор. Убив Рёджи сразу, мы прыгаем на быструю концовку, где мы действительно ничего не помним, но никто не узнаёт Айгис, а молодняк со страшаками, походу, вообще сильно не общаются, хоть и живут в одной общаге. Ну и на обычных мирных деньках игра заканчивается. Если мы оставляем Рёджи в живых, то Никс придёт по нашей душе на вершину Тартара 31 января. До этого времени нам необходимо закрыть его полностью, но и в городе тем временем пробуждается культ Никс, к которому многие люди прислушиваются и одновременно со страхом и изумлением ждут скорейшей кончины. Судный день настал. На пути на последние этажи стоят Джинстакайи, собственно, такая основатель этого самого культа Никс, и он хочет, чтобы падение таки случилось. И только одолев их, мы поднимаемся на вершину Тартара. В воплощение Никс приходит и вот оно, наше последнее сражение с боссом, состоящим из... скольки фаз? Ну, скажите мне, давайте 3, 4, да, может... 14, сука, фаз! По одной фазе на каждый аркан Таро. И с нулёвого до 12-го это, конечно, не особо сложно, но вот её истинный 13-й аркан... Ай, блядь. В форме смерти у Никс есть лунная мантия. Это скилл защиты, который несколько ходов будет отражать любой тип урона. Причём не просто отражать, а практически ваншотить их в тебя. Ну и сама Никс атаковать свой ход также может. А ты её нет. Ну, окей, надо просто переждать, когда она снимет мантию, и потом бить её. Благо криты прокают часто. Ну и она так будет накидывать на себя мантию снова, и снова, и снова, а это, блядь, растягивает бой, а позади, сука, 13 фаз было. И вот я сношу её хп до половины, и она снова кастует на себя мантию, и чё-то 30 минут я уже играю, и она всё её не снимает. И не снимает. И не снимает. 40 минут. Час. Сколько ходов я уже проебал, блядь. И думая, должно ли так быть, или игра софт локнулась? Залез в интернет, на форумы, и... Да, блядь, игра софт локнулась. И статьям о данной ошибке уже более 10 лет. Эта хуйня, да, выпадает не у всех, но это, сука, критический баг, который остался в ремастере. Ну и что вы думаете, я сделал? Да, я просто послал всё нахуй, и... Ох, как же давно я этими штуками не пользовался. Автор видео полностью осуждает использование читов, распрыжек, скриптов и прочих хитростей, использование спреев обманок и спреев с эротическим содержанием, использование уязвимости карт, мат в любом проявлении, слово, сука, хоть и литературное, но на канале расценивается как мат, оскорбление игроков, использование нечитаемых ников, ников, содержащих мат, цифровых ников, всё это карается баном. Так что уж простите меня, дорогие мои два единственных зрителя, Я и Майя Шиза, но это была вынужденная мера. Но я же сказал, что это лишь воплощение Никс, всего лишь её аватар, ведь настоящая Никс это луна, которая начинает потихоньку истреблять всё. В этот момент Макота оказывается в бархатной комнате, где Игорь отчитывает его за успешно пройденный путь, и вручает ему карту Вселенная. Да, не мир, Вселенная. Вы понимаете? Это самая мощная дикая карта, и только протагонист третьей персоны оказывается её единственным носителем. Вообще. Мне же, думаю, не стоит дополнительно пояснять, что такой карты в колоде нет. Ну, ладно, может быть в каком-то отдельном тару она и есть, я говорю замарсельская. В общем, обладателя силы самой Вселенной несёт прямо к Никс, прямо в море душ, где он под влиянием всех своих соцсвязей и с Дикой картой и персоной Мессия, Макота использует скилл Великой Печати, что тратит всё его ХП и... Тартар исчезает. Тёмный час испаряется, а Макота... Жив! Но кое-как жив. Время мотается на март, и у нас повторяется концовка, где никто ничего не помнит, но внезапно Айгис вспоминает, друзья вспоминают, все вспоминают про обещания. Айгис с Макота ждут остальных ребят на крыше, она говорит ему, что всегда будет с ним и всегда будет его защищать, а Макота просто лежит у неё на коленях и закрывает глаза. Не волнуйся, я всегда защищу тебя. И это неплохой финал. Реально неплохой. Открытая концовка в какой-то степени, после которой одна половина будет кричать, что да, умер он в конце драйва, а другая, да не умер он в конце драйва. История сама по себе написана так себе, но сюжет вполне добротный, местами реально даже пробирает. Да и концовка вполне хорошо заканчивает эту историю, если бы не ФЕС. 31 марта 2010 года. Общежитие вот тогда и закрывается, и все его жители разъезжаются кто куда. Тоскуют по былым временам и по Макота, который всё-таки умер. Но с нюансом. Внезапная полуночная вспышка и выпуск новостей сообщают о том, что наступило 31 марта. Опять. И на телефоне у Кена дата показывает 31 марта. Ну, пранканулся, хмалец, 1 апреля же. А нет. Из подвала вылезает робот-девочка по имени Метис, которая пытается сломать временную аномалию, из-за которой время и остановилось. Для этого ей надо убить всех членов СИС, или типа того. Айгис становится на защиту и призывает персону, но не Палладиона, а Орфея. Персону Макота. Да, после его смерти она стала обладателем Дикой Карты. Получив по лицу, Метис рассказывает об аномалии и о том, что кроме всего прочего, она пришла защитить Айгис, свою сестру. Ну, а чтобы разобраться в причинах соскальзывания времени на 31 марта и почему герои не могут покинуть общежитие, они спускаются в подвал, где находится Бездна Времени. Читай Тартар, но сверху вниз. Что, кстати, правильно, ибо мифологически Тартар — это Бездна, а не Башня. В Бездне есть 7 дверей, за каждой из которых нас встречают знакомые этажи, где в финале ждёт ещё одна дверь. За каждой из этих дверей скрываются фрагменты прошлого персонажей, а точнее их переломных моментов, где они впервые раскрыли свой потенциал. А за последней дверью появляется монстр, олицетворяющий всю скорбь главных героев. И выглядит он как Макота, одолев которого он очень необычно умирает. И с него дропается ключ, который должен закончить этот кошмар. Но Метис предлагает попробовать изменить прошлое и спасти Макота. В команде происходит разногласие о том, как лучше поступить, и даже небольшая гражданская война. Но ключом в итоге воспользоваться сможет только Айгис. Дверь, открываемая этим ключом, приводит всех в прошлое, в момент, когда Макота использовал Великую Печать. Где он буквально стал печатью. Но Метис здесь говорит, что Никс достаточно мощная для того, чтобы её удерживала какая-то печать. То есть, чё, Макота сделал это всё просто так? Оказалось, что запечатал он не Никс, а отчаяние человечества от самой Никс. В том плане, что подсознание человечества воплотилось в Реба, который постоянно возрождается и мучает героя, пытаясь сломать печать. Метис заявляет, что именно контакты Реба и Никс вызвал первую погибель, которую СИС предотвратили 31 января. Ребята сражают Реба, но понимают, что это не навсегда. И рано или поздно он вернётся ещё раз. По возвращению, дверь из общежития приводит всех в бархатную комнату, где выясняется, что Метис — это эмоции Айгис, отделившиеся от неё после смерти Макота, считая её теневая сущность. А также то, что Айгис закончила своё путешествие и нашла свой ответ жизни, и её миссия выполнена. В конце концов, Айгис проводит техосмотр, у неё повреждены синаптические структуры, но, несмотря на это, она всё равно просыпается, все съезжают с общаги, а Юкари предлагает Айгис жить вместе. Конец. Только что я пересказал сюжет эпилога из Persona 3Fest под названием «Ответ» или в японской версии «Эпизод Айгис». И лично мне оригинальное наименование нравится гораздо больше, ибо вместо тех самых ответов я, наоборот, получаю вопросы. Основные звучат как «Зачем этот эпилог вообще нужен?» и «Что же всё-таки произошло с Макота?» Отношение к эпилогу в комьюнити достаточно негативное, учитывая, сколько можно найти комментариев по типу «Эпилога не существует». У разных людей разные причины его ненавидеть, у кого-то это геймплей и 30-часовой гринд ради нихера, у меня же это сюжет, а точнее его нелогичность. Моя основная проблема со смертью Макота это хронология. Эпизод Айгис, далее я буду так его и называть, показывает нам прошлое, где твёрдо и чётко Макота использовал великую печать и сам стал печатью. Буквально. Он потратил на это все свои силы, вот смотрите, всё хп тратим, и навсегда остался в заточении. Но только этого не произошло. Мы же сами видели, как запечатав Никс, он нашёл ответ к жизни и в итоге оказался перед Тартаром вместе со всеми и прожил ещё целых 33 дня. А потом, встретив Айгис, он уснул у неё на коленях. И вы вообще не находите это всё странным? Сам факт смерти протагониста в конце ещё можно принять, пусть и не ясно, почему это произошло именно в марте, спустя 33 дня. Но вот эпилог конкретно заявляет, что Макота умер, пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы отсрочить смерть. Буквально стал печатью, сдерживающей её. И получается, что вот всего вот этого не было? Может быть, но ведь даже фесь арка путешествия, ну, то есть её обычный сюжет, закончился именно вот на этом моменте. И не знаю, как для вас, а для меня это очень странная херня, которую я лично не могу принять. Сука, говорила мне мама, проверяй информацию перед тем, как писать сценарий. Вот, где я теперь проебался. Короче, рассказываю. А вот эта катсцена, ну, где Тартар исчезает, и Макота появляется перед всеми, после того, как он использовал великую печать, она отличается в Портабл, в отличие от такой же катсцены в Фесе или в оригинале. Там он просто появляется, и, ну, ничего не происходит. То есть, все его видят, и вроде бы улыбаются, но и Айгис проранивает слезу. Я правильно сказал вообще? Да пофиг. В общем, после этого, как бы, ну, уже проще сказать, что ничего вот этого, то есть, не было. Он мог и не появляться, и вот в оригинале это реально выглядит то, как чуваки просто увидели галлюцинацию Макота, и его, как бы, не было. Поэтому из-за этого то, что происходит в эпилоге, выглядит более логично. То есть, да, Макота действительно использовал печать, и действительно исчез. А Айгис, например, которая видела его на крыше, по сути, это, ну, был не он. Это была ее галлюцинация, как и никто же ведь больше не видел Макота. Хотя нет, Джун Пейс, Юкари, его видели в первый день школы, Возможно, моя теория ошибочна. Я вот снова начал сомневаться. Я снова начал сомневаться. Короче, давайте просто признаем, что эпилог не канон, а Макота выжил. Ну, а если даже и умер, то он все равно выжил. Я могу это доказать, поверьте, я могу доказать, что Макота жив. Итак, Элизабет, но уже в персоне 4 Арена, тоже считает, что его можно спасти. Поэтому она покидает сюжет Арены, чтобы отправиться к Эрибу и отпиздить его еще раз и попробовать распечатать Макоту уже своими силами, чтобы тот жил. И, как вы думаете, получилось ли у нее? Ответ нам подскажет уже Persona 5 Royal. Получилось. Так что, не умер он в конце драйва. В отличие от Котоны Шиоми, у которой даже на фанатской вики написан возраст в момент ее смерти. А у Макота нет. Подумайте над этим. А еще подумайте над тем, почему у меня такое рваное повествование, а я пока подумаю над тем, какого хуя игра такая, ну, такая вот. Я уже упоминал, что проблема Persona 3 в том, что это LJRPG в плохом смысле. И в том, как она по LJRPG-шному подает свой материал. Осознайте ахуя от того, что большую часть игры вы будете бегать не с персонажами, а с болванчиками, за которыми вроде бы есть какая-то история, и вроде бы даже характеры есть. Но, представь такую ситуацию, ты приходишь после тяжелого дня в общагу, хочешь поболтать, ну, например, с Митсуру, хочешь, чтобы она рассказала тебе, что у нее на уме, или как прошел ее день. А она такая, хей, а ты знал, что у моей персоны есть скилл Марин Карин? Он может гипнотизировать противников, чтобы они хуярили друг друга. А еще у меня слабость на огонь. Скажем так, я не против такой информации в целом, но я против того, как она подается. Это, вот то, как я это озвучил, так оно и звучит в игре. Это вот прям настолько искусственно. Это монолог робота, который просто диктует мне туториал. Даже АИС звучит человечнее порой. Но, да ладно. Есть еще такой момент. Помню, как Филинов в ретроспективе сказал, что Макотта это Мэрисью. Могу согласиться, но не до конца. Ведь для полноценного Мэрисью, как по мне, Макотта мешает один факт. С ним никто не хочет проводить время. У него нет друзей почти пол игры. Типа, все диалоги с Юкарой в начале игры это буквально... Слушай, Макотта, а знаешь... Ну, впрочем, впрочем, не важно. А половина соцлинка с Кенжи состоит из того, что он приходит, чтобы сказать «Все, короче, я пошел, у меня свиданка с училкой, и давай увидимся». Ой, соцлинки в Персоне 3 это просто пиздец. Не, как бы спасибо, что они порой по два предложения занимают, буквально. Меньше времени с этими болванами провожу. Но ведь можно было бы и написать что-то нормальное и сделать хороших персонажей с хорошими соцлинками, с кем интересно проводить время, в отличие от вот этих вот. И знаете, такой линк в игре есть. Я считаю, что ветка MMORPG это лучший соцлинк вообще во всей новой трилогии. Получил искреннее удовольствие, проходя именно его. А концовка, блять, просто до слез. Но даже отличный соцлинк не исключит остальные хуёвые. Вы всё ещё хотите, чтобы аниме акцентировало внимание на вот этом? А ещё, покажите мне того ублюдка, который посчитал, что членам твоей же пати не нужны соцлинки. Но, Михаил Михалыч, они же там есть. Ну да, они есть. А знаете, что ещё есть? Нюанс. Вот вам пример. Сентябрь. Я хочу потусить с Юкари после школы. Она говорит, что не хочет, чтобы о нас ходили слухи. Возвращайся, когда вкачаешь очаревание до харизматичного. То есть, до максимального. А теперь панчлайн. Это нужно не для того, чтобы заромансить её там, а для того, чтобы просто начать соцлинк. Первый уровень. Вообще, её линк написан так, что начинается он примерно после поездки на Якушиму, где мы узнаём про её трагедию подробнее. Ведь в своей ветке это первое же, что она упоминает. Поскольку линк завязан исключительно на сюжете, ничего не имею против. Но можно же было бы написать пару строчек и до этого. Мы, типа, в конце концов, под одной крышей живём и в одном классе учимся. Вон, с Митсуру, например, можно сразу после начала игры начать общаться. Только знания прокачай, да, гения. А у Фуки храбрость, да, БДСа. Я вообще не понимаю вот этого момента, почему я не могу хотя бы начать с ними общаться, а уже потом, там где-нибудь на пятом уровне, когда я реально захочу перейти с кем-нибудь из них в романтические отношения, мне уже скажут, что, ой, а будь-ка ты, пожалуйста, очаровашкой или гением или храбрым. Но, как бы, хочешь раскрыть женских персонажей, потей, добивайся их руки и сердца или просто за романсиюка. А вот, например, сходить попить пивка с Джунпеем у тебя вообще не получится. И это не потому, что ребятам по 16 пиво им не продадут, у Джунпея вон бородка есть ему можно, а потому, что с ним вообще нету соцлинка. Как и с Акихика, так и с Кеном. Зато есть альтернативы. Вместо Джунпея вон Кенжи, вместо Кены есть Чихиро и так далее. Самое интересное, что за женского персонажа можно начать соцлинки с мужскими и сис, что в дальнейшем приведет к роману, кроме Джунпея. Я уже говорил почему. И да, женский протагонист может заромансить Кена, чего мы осуждаем. Но вот просто нахрена мне эти альтернативы? Зачем мне нужен Кенжи, когда на роль братана у меня уже есть Джунпей? Зачем лишать возможности узнать своих напарников поближе? Да, видимо, и за тем же, чтобы отбирать у игроков возможность контролировать собственную пати? Вот что говорит по этому поводу гейм-директор Persona 3 Катсура Хошина. Я считаю, что это здорово иметь группу, управляемую искусством интеллектом. Это позволяет ярче проявить характер персонажей. Возражений по поводу этого в командире разработки также не возникало. Однако, другое дело, если гибкость искусства интеллекта внутри игры ограничена. Такое решение не было хорошо принято большинством игроков. Мы были за использование искусства интеллекта, однако, полагаю, наш уровень толерантности был выше, чем у игроков. Спойлер. С учетом того, что герои большую часть времени разговаривают исключительно языком игровой логики, раскрытие персонажей таким образом не работает вообще. Да и проблема даже не только в этом. Если бы это реально работало, то Persona 4 была бы такой же. Я напомню, еще в Megami Инбуроку можно было не только отдавать команды, но и выставлять расположение союзников на поле, распределяя тем самым дальников и милишников. 96-й год. И при всем этом в управлении пати компьютером есть и хорошие идеи из реализованных. Исследуя тартар, пати можно разделить. И они сами будут бегать по этажу и предупреждать вас о находках, о лестнице, о телепортах и вы вправе выбирать, использовать их или нет. Плюс это может создать ситуацию, где либо кому-то из пати, либо тебе одному придется сражаться в одиночку. Или ты можешь разделить их и выставить приоритет на сражение, чтобы ребята сами прыгали в битвы, а вы бегали рядом и лутали сундуки. Прибегаешь такой обратно, а все мертвые лежат. Это разбавляет исследование тартара. Вдобавок Фука может поменять фоновую музычку, единственное, чем она полезна. Но сам тартар, ой. Скажем так, это потенциально хорошее решение для подобной игры. Нарративно он работает. И в плюс к этому нарративу некоторые люди ведь не подвергаются трансмагрификации в темный час. И они могут пропасть в тартаре. И точно так же могут пропасть некоторые твои соцлинки, которых нужно будет спасать. Если ты этого не сделаешь, они пропадут. И это прикольно. Это реально прикольно. Но в остальном 260 с хуем одинаковых данжей. В промежутках между 10 примерно будет мини-босс, победив которого можно пройти дальше. И да, идти можно только дальше. Поднявшись на этаж, лестницы назад не будет. Вернуться можно только при помощи телепортов. Маленького, которые возвращают либо в самое начало, либо больших, которые чекпоинты. 260 одинаково душных этажей, из-за которых вообще многие бросали прохождение. И я их прекрасно понимаю. Фес в свое время я бросал именно из-за этого. И сейчас почти забросил портабл из-за фуки. Ой, блядь. Вот представьте себе информатора, который не способен давать информацию. Любой анализ противника требует несколько ходов. Фука говорит такая, дай мне время, сейчас я просканирую. И выдают никакой результат до тех пор, пока ты сам не определишь слабость этого противника. Ну, как бы все логично, в новых частях это тоже так работает, но она не покажет тебе даже скиллы с иммунитетом или с зеркалкой или с поглощением. В смысле, вообще пустое окно. Это нахуй просто, нет. Да хер с ним. Например, вот ты нашел какую-то слабость у слезняка, проанализировал ее, она теперь говорит, что типа, да, у слезняка вот эта слабость, да? Все, хорошо. Закончил бой, спустя там какое-то время следующий бой, снова этот же самый слезняк, которого ты как бы уже знаешь, какие у него слабости, но решил так чисто проверить. Нажал анализ и фука такая, дай мне время, я проанализирую его и потом тебе, ай, блядь, ты, сука, его уже анализировала. И ты не можешь мне назвать его слабость прямо сейчас? Я срал Тедди с Ризы и Тедди, конечно, все еще хуевый персонаж, а Ризы, лично мне она просто не нравится. Но как навигатор она себя полностью оправдала. Да, у нее были вот эти загоны, что она не могла найти людей, но как-то легко воспринять это в качестве игровой условности, нежели ебаный Альцгеймер. Проще с бумажки сидеть и самому записывать все особенности противников. Да, это олдскульно и хардкорно, но вот тогда зачем вот это вот лицо у меня в углу экрана появляется? Какая от него польза? И вы помните ту самую оговорку на Император и Императрица, когда мы Фуку спасали, она только пробудила свою персону, да? Так вот, слабость одного из них в том, что он полностью невосприимчив к любому физическому урону, а слабость второго, что он невосприимчив к любому магическому. Ну, казалось бы, бей одного физоном, другого магией. Да, все. Но они каждые два хода меняют свои слабости, и Фука сканирует их также каждые два хода, и ты просто порой не успеваешь их просканировать, как они на следующий ход уже меняют, и твой скан теперь бесполезен абсолютно, он не имеет смысла никакого. Больше всего меня добило на повешенном. Чел призывает мелких мобов, на которых он накидывает жертвенные договоры и превращает их в бомбы, после чего этот моб через несколько ходов взрывается, если не успеть его убить. И вот я этот взрыв испытал на себе ну раз пять, наверное, и как только это произошло на шестой раз, Фука такая, я поняла, он превращает их в бомбы, и они взрываются, убей их до того, как они взорвутся. Сука ты дура ебаная, блять, мудофили, ну блять, закрой интернет, после такой хуйни у меня было непреодолимое желание выключить игру и пойти проходить джаджмент. Хм, да это же лотос джулс. Вы вообще заметили, насколько Persona 3 разнопланово в элементах своего сеттинга? Вот вам к сравнению. Пятерка это классическая литература, хипсерское современное общество и около джазовый саундтрек. Ну, AC Jazz, если конкретно. Четверка это японская мифология, деревенская повседневность и джей-поп. В принципе, все это звучит достаточно равномерно. А что у нас в тройке? Древнегреческая мифология, нулевые, как эпоха Эмма, и на саундтреке хип-хоп восточного побережья. Хотя сам Шоджимигура называет это фьючер-попом. Он рассчитывал на то, это попытка угадать звучание будущего. Но в большей степени у него все равно вышел хип-хоп. Для реализации такого плана саундтрека ему нужен был рэпер. И тут через одного человека и подвернулся Lotus Juice. Он нашел кого-то, а этот кто-то нашел меня. У меня был друг в индустрии, который позвонил мне и сказал, типа, этот чел ищет рэп-исполнителя для саундтрека видеоигры. Ты в деле? Я заинтересовался, но сперва попросил отправить мне бит, потому что, когда я слышу саундтрек видеоигры, в моей голове не всплывает ничего, кроме 16 битки. В общем, он отправил мне трек, и это было потрясающе. Этим треком был Burn My Dread, а точнее, его версия с финальной битвы. Мегуро результат понравился, после чего они начали работать вместе. Самое интересное, что именно Мегуро изначально писал биты и текста. И рассказывая о работе над Mass Destruction, Лотус это и упомянул. Мегуро-сан попросил меня прийти в студию, и там он дал мне текст Mass Destruction. Я посмотрел на него, и он был бессмысленным. Он был на английском, но видно было, что он написан японцем, а не носителем языка. Я просто не чувствовал лирики, я сказал Мегуро-сану, окей, я использую эти строки и внесу в них смысл, чтобы был флоу. В итоге мне понадобилось всего 15 минут, чтобы переписать первый куплет. Тот первый куплет, что вы слышите в игре. Позже он и сам начнет писать лирику. Большая часть текстов песен в Ройале написана именно им, а также куча самых разных ремиксов для танцевальных спин-оффов, но нам это не важно. Вообще, союз Шо-Жи Мегуро и Лотуса Джуса, как по мне, знаковый момент. Ведь именно благодаря этому союзу саундтрек и получился таким ебейшим. Когда я сказал хип-хоп восточного побережья, я частично не соврал, потому что молодость Лотус Джус провел в Нью-Йорке, а это как раз были 80-е и 90-е года. Рассвет бруклинско-гарлемских фристайл-баттлов, джей-зи, наториус биг и вот это вот все. Лотус рос в этой атмосфере с самого детства, поэтому рэп восточного побережья и стал его основным стилем исполнения. Может, конечно, не прям сам стиль, но закос под него как минимум. Исполняет Лотус в основном на английском языке и вообще достаточно свободно на нем умеет общаться. И как минимум у него в читке присутствует такой прием, как бормотание между куплетами. В душе не ебу, как он на самом деле называется, но у нью-йоркских рэперов он часто проскакивает. Это вот когда между куплетами ты на заднем плане там такой типа йоу, йоу, ага, ага, get ready, get ready, ага, йоу, и вот как только начинается куплет, уже приходишь и начинаешь читать и вот это вот все, да. Собственно, поэтому, как и вышеупомянутые истории с Mass Destruction'ом, изначальная бессмысленность текстов Шоджи Мигура бросалась ему в глаза. И он был готов сделать текст осмысленным, даже несмотря на то, что на западе персона еще не была такой популярной, а японской аудитории было бы плевать, есть ли там смысл или нет, они же английского не знают. Кстати, вот именно вокальных треков в игре не очень-то и много. Burn My Dread, от опенинг Фесса, кстати, лучший опенинг музыкально, эндинг, это все исполняет Юмико Вамура. И да, вот это вот Хими Иване Таше Кани Ано Токи Вата Шино Субани Ита это вот она. Большая часть ее песен исполняется на японском, но Burn My Dread она исполняет на инглише, а точнее на ингрише, что довольно забавно контрастирует с читкой Джуса, которая ровная, чистая, американско-английская. Но это по-своему звучит очаровательно. Да и даже опустив вокал. В Persona 3 лучший саундтрек в серии и я не побоюсь это сказать. Типа, был бы он плохим, я бы не использовал его примерно везде. Видео по пятерке, по четверке, в других видосах, в общем, музыку они не просрали. Однозначно лучший элемент тройки. Вот этот элемент самый неоднозначный. У меня, да и у многих играющих наверняка возникали вопросы о размытом представлении работы эвокеров. Было пояснение, мол, персоны вызываются в результате проявления сильной эмоции, а сильнейшей эмоцией является чувство страха перед смертью, а вызвать его можно при помощи выстрела из эвокера. Такое пояснение было в персоне Q или Q2, я не вспомню уже точно. Но о каком именно чувстве страха может идти речь, если все члены СИС спокойно стреляют в себя, будто бы знают, что не могут умереть. А у той же Юкари как раз таки из-за страха в первый раз и не получается призвать персону. Ну, как минимум, нажать на курок. А Макота всю игру вообще ничего не боится. Да и официальная информация об эвокере гласит, что это устройство лишь похожее на пушку. В чем же дело? Однозначного ответа нет, и поэтому многие приняли то, что эвокер это чисто шок-фактор, чтобы об игре заговорили в прессе, мол, а вон там школьники в себя стреляют, пропаганда суицида и все такое. И возможно так оно и есть, но ни подтверждения, ни опровержения этому я не нашел ни в одном интервью с Хошина или с Эйджимой. Допускаю, что плохо искал, но даже в официальном артбуке нет концептов эвокера. Есть концепты персонажей, локаций, но эвокера нету. Ну а раз однозначного ответа у нас нету, можно попробовать порассуждать на эту тему. И вот к какой шизе пришел я. Эвокеры все-таки способны навредить или даже убить. Суть призыва персоны через эвокер в том, чтобы не просто испытать чувство условного страха от пневматического хлопка, а осознавать, что любой выстрел из эвокера может оказаться последним. И он может. Важно испытать не просто чувство выстрела, а сам выстрел. И если преодолеть этот барьер, то пуля, находящаяся в эвокере, не убьет носителя, а персона появится, вне зависимости от факторов страха. Ну, либо пуля эвокера все-таки убивает стреляющего, но моментально воскрешает его с пробуждением его персоны. И вот на это указывает одна конкретная деталь. В эвокерах содержится шлейф сумерек. Это такая светящаяся херовина внутри устройства, которая как раз-таки и помогает, скажем так, раскрыть потенциал. Ну, либо же она моментально воскрешает персона Цукая после того, как тот застрелился. Ведь шлейф сумерек в игре это расходник, который позволяет воскреснуть во время боя, даже если Макота погибнет. И без шлейфа, эвокер как раз был бы самым обычным пистолетом. Как я уже сказал, шлейф это расходник, а точнее он им был. На разных сложностях его выдавалось разное количество, но в январском ремастере порта была на все современные платформы никакого упоминания о шлейфе в игре нет. А функция воскрешения теперь пункт в настройках сложности. Это я, кстати, запишу в очередной минус к ремастерам. Это плюс к юзер экспириенсу, но минус к лору. Вдобавок, в Персоне 3 существует такое понятие, как потенциал. Люди, способные испытывать темный час, случайно или осознанно, обладают определенным количеством потенциала. Но у обычных людей, оказывающихся в это время не спящими, скорее всего, недостаточно потенциала даже для того, чтобы поддерживать свое ментальное состояние. Из-за этого у них и возникает синдром апатии, и они становятся усопшими. И вероятно, что если такой человек выстрелит в себя из эвокера, то он просто умрет. У основного же каста потенциала хватает не только для того, чтобы не сходить с ума в темный час, но и чтобы сражаться с неведомой хернёй, которая их и убить может. Но что с ними произошло, чтобы у них появился этот потенциал? Ну, каждый из них прошёл через определённое дерьмо в жизни, и это дерьмо зачастую было связано со смертью. Макото потерял обоих родителей в возрасте 6 лет, и внутри него сидела смерть. Акихика потерял свою сестру в тёмном часу. Мать Кена погибла от рук Шинджира. Отец Юкари погиб во время попытки остановить инцидент Киридж Групп. Дедушка Митсуру погиб от теней там же. Каждый из них сталкивался со смертью в своей жизни, и именно смерть помогала им сражаться. В этом и раскрывается лейтмотив всей игры. Мемента Мори. Помни о смерти. Упрощая всё вышесказанное, Эвокер — это самый обычный пистолет. Он не настолько силён, чтобы использоваться как обычное оружие, иначе его бы можно было использовать как обычный огнестрел, но убить он способен. Что с собой пытался делать такая? А чтобы пробудить персону с его помощью, нужно преодолеть барьер и выстрелить в себя. Ну и, конечно же, обладать потенциалом. Я напомню на всякий случай, что в реальной жизни так делать не надо. Но! Тут на сцену выходят с трега и рушат всю эту красивую теорию тем фактом, что они искусственные носители персон. А точнее тем, что Джин и Чидори используют Эвокеры, а такая просто хватается за голову, и этого достаточно. Но рушат ли? Да, по сути-то и нет. Здесь возникает проблема больше с неконтролируемыми персонами, которыми вообще-то могут страдать не только искусственные персоны-юзеры, но и обычные. Шинджиро раскрыл свой потенциал вместе с Акихико, но то ли из-за бед с башкой, то ли еще из-за какого-то фактора с контролем своей персоны ему было тяжко. А в аниме вообще есть сцена, где Юкари душит ее собственная персона, как потом заявляют врачи, из-за апатии. Апатия! Полная бесчувственность и безразличие ко всему. Именно этим страдают люди, оказавшиеся под воздействием теней. Тех самых юнговских теней, что являются нашими негативными качествами. Человек, что не может их принять, может стать жертвой тени, и как я понимаю, именно это здесь и произошло. Именно поэтому такая имеет желтые глаза, что в дальнейшем будет указывать на теневую сущность. Именно поэтому он и не пользуется Эвокером, ведь его искусственная персона это практически то же самое, что и тень. Поэтому сложно сказать, что такая прямо-таки может ее контролировать, скорее наоборот. В отличие, например, от Джина, который апатией не страдает и свою персону контролирует свободно, и срывов за ним не наблюдалось. А вот у Чидори наблюдались, но и те легко подавлялись колесами. Чидори довольно апатичная леди ровно до встречи с Джунпием, и ее апатия это воплощение ее страхов потери. Вообще, апатия это клиническая форма депрессии. А депрессия, ну, думаю, вам не стоит пояснять, как она связана со смертью. Ну и вернувшись к выводу выше, именно память о смерти помогает героям двигаться. Но не та, которая о, мы скоро сдохнем, а память о близких людях, что покинули главных героев. Память о Шинжиро, который в свои последние минуты словно говорил Кену, да и остальным, живите. Кульминацией всего становится сражение с Никс, сражение против самой смерти, ради торжества жизни. В 19 веке в Германии распространился антипод фразы Мемента Мори. Новая фраза была высказана философом Йоганом Гетте, и звучала как «Помни о жизни». Напротив двери была изваяна из мрамора статуя почтенного мужа, который покоился на великолепном саркофаге, опершись на подушку. Перед собой он держал свиток, и как бы углубился в него с безмолвным вниманием. Свиток был расположен таким образом, чтобы каждый свободно мог прочитать начертанные на нем слова. Они гласили «Помни о жизни». А затем другой немецкий философ Фридрих Шиллер расписал следующую мысль, при помощи которой, как мне кажется, можно полностью раскрыть суть битвы с Никс. Надпись «Помни о жизни» превосходна, тем более, что она напоминает о проклятом Мементе Мори и чудесно торжествует над ним. «Лучше, как по мне, и не скажешь». Именно в этом и заключается основная мысль Персоны 3. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, каких людей мы теряем в своей жизни, реальны ли это смерти, или метафорическое, например, вы разочаровались в человеке, важно продолжать жить. Ради тех, кто еще рядом с тобой, ну или хотя бы ради себя. Ну а на этом, пожалуй, все. Естественно, я очень много вещей упустил, очень много, о чем можно было бы рассказать, в том числе и о мифологии, о том, как она здесь представлена, но мне это менее всего интересно. Я рассказал о том, что было интересно мне в первую очередь. Что могу сказать по самой игре? Ну, ни за что не покупайте последний ремастер Портабла, ни на одной из платформ, ну, может только на Switch, но и то, нет, нет, он этого не достоин просто, не надо. Я, опять же, больше рекомендую посмотреть аниме, этого будет вполне себе достаточно, как минимум тем, что оно достаточно грамотно пересказывает основной сюжет и избавляет вас от надобности гриндить Тартар на протяжении 40 часов. Ну, хотя, если это то, что вам именно необходимо, то я бы советовал все-таки присмотреться к Persona 3 Fies на эмуляторе PlayStation 2 и поставить на нее модов по типу возможности управления пати, но и графических патчей, чтобы там FPS разлочить и прочее. Как все это делать, я рассказывать не буду, мне маленькие, сами найдете, да и так как бы уже мы тут не об этом говорим. Но даже в целом, Persona 3 я могу назвать кривой, косой, но ни в коем случае неплохой. Ну, а на этом разбор Persona 3, а вместе с ним разбор всей новой трилогии подошел к концу. Но в игре же нет Дня Святого Валентина и рыбалки. А, ну да, забудьте все хвалебные эпитеты, что я говорил про эту игру. Субтитры сделал DimaTorzok